Всем привет! С вами Алис Канабериллаб. Сегодня я вам Канна Хазимирович Сенек. Начинаем обзор Солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. Но видим, что в основном в районе от двух до четырех часов прям стрельба такая, да? Вот раз за разом сюда все проникает. В остальных зонах все относительно спокойно. Давайте посмотрим по приборам. Приборы показывают, что вернулись до зеленого уровня, но подъемы есть. Здесь подъемы есть, вот до С5 и 56 максимальная вероятность. Правда, понизилась С-класс теперь 50%, М-класс 15%, Х-класс всего лишь 1%. Давайте посмотрим на наш светило. Судя по всему, это 3145 и 3141, там вот эти зоны сейчас как раз, как всегда, повернулись в ту сторону и начинают стрелять. Непонятно, в сторону планет, либо в сторону других звезд. Просто, ну факт остается фактом, что она и та же динамика. А к нам идут вот здесь интересная такая троица, да? Вот 3147, вот прям она даже не на 8, а ближе к 9 часам. На 8 часах у нас 3148 и на 10 часах 3149. Ну, все внимание вот этой зоне, потому что она будет направлена в сторону нашей планеты через 4-5. И посмотрим, что она произведет. Сейчас все довольно-таки сильно опустилось. Вот 13 пятен в 4 активных зонах. А давайте в другом посмотрим про излучение. Ну, здесь, да, видны вот эти 3 активные зоны. Вот здесь вот есть еще активная зона, но она какая-то очень слабенькая. Ну, и, конечно, видна вот здесь дыра и эти как глистообразные протуберанцы. И вот здесь вот можно вот еще увидеть такой вот красивый протуберанец, тоже от нас отворачивается. Ну, давайте теперь посмотрим на дыры. Да, смотрите, прямо сейчас смотрит в сторону нашей планеты, но не совсем. Она все-таки на юг направлена. И здесь тоже вот видно 3 вот этих мощные довольно-таки зоны. Давайте теперь посмотрим, что происходит на нашей планете. Вот у нас здесь до единички, в общем-то, опустилось. И держится на таком уровне уже 3 дня. То есть ни туда, ни сюда. Как бы давайте теперь посмотрим прогноз. Прогноз подняли даже вот здесь. 5 с минусом, даже 5 с плюсом. Здесь до желтой зоны натягивают в бурь. Это, получается, магнитная буря ожидается где-то с субботы на воскресенье, вот в этот период. Ну, посмотрим, насколько оно по факту выйдет, потому что пока сложно сказать. Так, у вулканов у нас 47 вулканов при норме 40. Что интересно, вот у нас сообщается извержение по боку эти петли, происходящего в Мексике. Затем в Сальвадоре, вот здесь Сан-Мигеле еще нету пока, но он начал извергаться 16 ноября где-то два раза было. В 9.30 и 17-18. Там просто пепловый шлейф, деказация произошла. В общем-то высота небольшая, активность небольшая. Если он и проявит себя, то только до оранжевого уровня. И вот 15 ноября это вулкан Капауэ, вот он в Чили. Здесь произошло извержение серого цвета, серого пепла на высоту около 300 метров. Вот такие вот новости у нас. Так, идем теперь дальше. Теперь смотрим по крупным землетрясениям, которые произошли за последнюю неделю. У нас 59 землетрясений магнитудия 4,9. При норме 50 уже на 20% повысилась норма. И за последние сутки можно увидеть оранжевого цвета. Здесь видно, что это как раз район Фиджи, Соломонов, Индонезия. У нас видно, вот здесь в Персидском заливе так неплохо дало 5,2, причем на глубине 10 километров. На Камчатке тоже выдает 5,0 на глубине 62 километра. И на Аляске, и плюс, смотрите, дают еще и Пуэрто-Рико. Всего лишь на глубине 4 километра в Пуэрто-Рико. Так что я думаю, что по этой картине все-таки дыра какое-то влияние оказывает на нашу планету. Ну, это дискутабельный такой вопрос. Четкости, конечно, нет, потому что она на нас не направлена. Но давайте почитаем комментарии к предыдущему видео. Красмейстер Рыжиков пишет. Тема плиты, концентрация энергии – это разные темы. Не надо сталкивать друг с другом. Андрей Степанов пишет. Да, Алекс, серый много где пахивает, исходя из данных не только по тектонике. Самый простой и реальный метод – просто принюхаться. Спасибо за совет. Но, знаете, источники могут быть разные. И мы говорим именно о геологическом процессе. Конечно, это метафора, но она, похоже, становится основным средством общения. Приходится только сожалеть о таком положении дел. Спасибо и успеха в работе. Да, благодарю за ваши комментарии. Но, знаете, тут просто было четко до этого наблюдения, да, на этот регион. И, в общем-то, вот этот запах серы именно в этом регионе. Мы говорим про землетрясение в Техасе вот здесь. Оксана Шея пишет. Спасибо, Алекс. Матвей Кузнецов пишет. Спасибо за интересный обзор. Африка почему молчит так часто? Рифтовые озера, там же вулканы активные есть. Вот это самый большой вопрос, который я для себя не могу разрешить. Потому что периодически, знаете, появляется, вот в Сахаре я видел там в чале, было 5,5 землетрясения. Оно попало во все базы данных. Потом прошло два дня, оно исчезло. Очень-очень такой странный вопрос. И вот, кстати, психолог Татьяна Лучезарная пишет. Кстати, в октябре было землетрясение в Краснодарском крае. А на сайте, который мы с вами смотрим, его не было. Вот еще один факт, да. Чувствуете, что бардак. С наблюдением за солнцем, с сейсмическими наблюдениями. Очень-очень много несостыковок. И поэтому в этом-то, в общем-то, моя критика. Не потому что мне хочется, как старому деду, здесь посидеть, поругаться на других. А просто определенные факты. Матвей Кузнецов пишет. Ну а что тогда, если не плита? Объясните вашу версию, Алекс. А вы посмотрите самые ранние видео, которые сейчас открыты на моем канале. По-моему, их осталось. Про фасеточную теорию. А вот там основные постулаты вообще там. И про взаимодействие суши и моря. Ну и вот про фасетки. Как и чего. И, в общем-то, пока что я не вижу противоречий этому. Так, ладно. Вот еще Алексей Покровский пишет. Алекс, спасибо. Классный обзор. Явный прогресс сейсмичности в Южной Сибири. Попутно сейсмичностью в Такломакане. Явная связь этих зон. Удивляет сейсмичностью Гибралтара и Калимы. Буквально один день перерыв и опять по новой тряска. Пусть амплитуды небольшие, но удивляют постоянство в самих зонах. Ну вот, есть такие зоны, которые дают много автошоков, которые могут длиться годами. Есть землетрясения, которые происходят, как произошло, крупные землетрясения, и сразу как оборвало. Больше ничего нет, как исчезло. Судя по всему, это реальность, но объяснить это очень сложно. Пока невозможно. Виталий Виштолик пишет. Спасибо, благодарю вас. И Ольга Шаламова из Техаса пишет как раз. Алекс, добрый день. Землетрясение было на границе со штатом Нью-Мексико. Посмотрели сейчас новости. Это первое такое крупное землетрясение в том районе. На видео прилично трясло. Но что самое странное, тряску почистовали жители Далласа. А он от эпицентра на расстоянии 600 км. Мы даже ближе находимся, но ничего не было. После основного тачка было 3 автошока магнитудой до 2,6 баллов. Посмотрели статистику. Вот тут землетрясения бывают, за неделю их было 45, но магнитуда всегда низкая. Муж предполагает, может это из-за добычи нефти. Может. Добыча нефти может сыграть роль. И именно еще одно наблюдение, что землетрясение происходит именно там, где слабости какие-то в литосфере. Либо крупные резервуары с водой на границе с ними, как правило. Но что интересно, вот про ваше наблюдение информация про Даллас. Почему за 600 км почувствовали, а вы ничего не почувствовали, хотя находитесь гораздо ближе. А это вот проводимость волн через различные породы. И, в общем-то, там могут быть также различные среды, допустим, бассейны подземные, водные резервуары, через которые свойства волн меняются. И поэтому, если вы посмотрите, тоже вот когда происходит землетрясение, там в Мексике вот были когда землетрясения, можно увидеть, что, допустим, районы, которые были ближе к эпицентру, они стоят с ними, хотя там рухлядь какая-то, дома, сараи какие-то, все стоит. Подальше чуть, там, допустим, 10-15 км вроде бы в сторону, вроде бы совсем там ничего не должно быть. А на самом деле там более важные и крупные разрушения, пострадавшие есть. Так что очень много интересного, на самом деле, в сейсмологии. Проблема сейсмологии то, что все делается, понимаете, либо энтузиастами, которые имеют другие работы, да, либо те люди, которые приходят, ну, они просто сидят, свои джинсы просиживают там в креслах и все за зарплату. Давайте теперь посмотрим за последние сутки. У нас было 138 землетрясений, магнитуды 2 и выше, и в Северной Атлантике мы ничего. Мы не видим. Затем 3,5 Гибралтаря, 3,2, вот здесь вот такая серия происходит, 3,3 и еще две двойки. Видно, что у Гибралтара, да, как Алексей говорил, описал активность высокого. Вот здесь вот получается у Везувия, видите, уже не первый раз мы видим рядом с Везувием 3,0 на глубине 12 км. Может быть, там старичок и надумает чего-нибудь там в ближайшие годы произвести. Западная Турция 4,0 на глубине 8 км, здесь три тройки, двоечка, восточная, это Иран 4,0 на глубине 8 км. Здесь вулкан 0,302, 0,0. Так, смотрим теперь. Ну, кстати, недалеко от озера Ван, опять же, почему я подумал, что сначала восточная Турция. И на юге Ирана тоже 5,2 на глубине 10 км. На юго-восточной Азии ничего нет, на севере Индии 3,2, 4,4 в Кыргызстане, глубина 43 км. Вот так вот. У Новосибирска, смотрите, 3,8 на глубине 10 км, населенный пункт Краснообск. Ну, 3,8, я хочу сказать, что это вряд ли связано с какими-то горнодобывающей промышленностью. Судя по всему, это реальное землетрясение. Ну, так вот, на грани, понимаете, может быть спровоцировано, но все-таки магнитуды довольно-таки уже серьезные. И оно ощущалось, скорее всего. Камчатский край 5,0 на глубине 62 км. Вулкан Жупановский здесь. Ну, относительно средней глубины землетрясения. Восточная Япония 4,6,65 км, 4,5,66 км. Северная Филиппина 3,0,3,6. Центральная Филиппина 2,3, Южная Филиппина 2,3. У островов Суматры на западе 4,2 км, 14 км, 4,0 км, 115 км. А здесь у нас 4,9 у Зонского пролива. А, это 3,9 на глубине 19 км. 4,4 на глубине 37 км плюс 2,3 км. 3,3 у Явы. 2,2 на восток от Явы. У Соловейси у нас 4,3, 2,2. Вот здесь вот Маловску море 4,2 км, 215 км, 3,2 аутерната, двоечка еще, море Банда 3,8 км и 4,9 на глубине 35 км. О, смотрите, Австралия опять у нас трясет. 3,2 на западе, 3,2 в центре Австралии. Так, Соломонов Австралию 4,5,77 км. Смотрите, Соломонов пошло на юг, Лойалти 5,4, 47 км. Здесь у Фиджи у нас 4,7, 320 км. 4,8, 178 км глубины 5,3, 31 км. И 4,6, глубина 10 км. На север от Новой Зеландии здесь 3,3 км. На северном острове 3,3 км. И на восток 3,4, 3,0 на южном острове. Видите, прям целая армада землетрясений направлена в сторону Новой Зеландии. Но, может быть, она как-то саморазгружается таким образом, и энергии выходят порциями. Но посмотрим, посмотрим, почему это выведет. Так, Аляска 4,1 на глубине почти 12 км. Вулкан Базард Крик здесь 3,7, 78 км. 4,9, 45 км. Две тройки, двоечка на юг от Аляски. На Гавайях у нас 3,0, плюс 100 метров на уровне моря. Это Мауна Луа. И вот здесь 3,5, 32 км. Опять это вулкан Камаху Аканало. Айдаха 3,4 на глубине 10 км. Секрет произношения вот этого названия в том, чтобы быть полностью расслабленным. Так, Аклахома, здесь двоечка. Вот здесь на Техасе, на границе с Нью-Мексикой, еще две двоечки. Да, там сейсмичность есть. Мелкая такая, мелкомагнитудная. 4,1, 3 км вулкана Калима. И вот чуть юго-восточный здесь 4,2, 24 км. Пять троек. Чуть южнее Акапульки у нас 4 тройки и 4,1 на глубине 10 км. 3,8 в заливе. На границе с Гватемалой здесь 3,3. 3,7, 15 км. И 4,2, 16 км. С Гватемала 4,5, 35 км. В Сальвадор 4,6, 40 км. Вулкан Сан-Сальвадор. Так, в Пуэрто-Рико у нас Коста-Рика 3,3. В Панаме у нас вот тоже 3,3. Ну, смотрим, вот Громинканская республика 3,0. У Пуэрто-Рико 3,8. И вот 5,0 на глубине 4 км. Ну, в море произошло. Я думал, что на самом селе получается в море. И здесь 2,7 и троечка. У Виргинских островов, смотрите, север Южной Америки молчит весь. 4,1 в Чили на глубине 92 км. И получается здесь еще 4 тройки. 2 двойки. Чуть южнее троечка. Со стороны Аргентины 2 тройки. У Ла-Сирены троечка. 3,2 у Сан-Хуана. Давайте посмотрим. Сэндвичевые острова почему-то молчат. Видите, какими-то регионами. Прям дыры какие-то получаются. Сэндвичевые острова замокнут. То есть, вот такие процессы происходят. То есть, они поработают, поработают. Чуть-то потом раз замокнут. Опять почему-то вот так вот наблюдаем. Ну, что можно подводить итоги. Конечно, интересные землетрясения. Юг-Сибирь прям 3,8. Вот это удивляет. Немножко активно стала Камчатка в последнее время. Вот. В целом активность явно подросла. И посмотрим, что будет на выходных. Ну, а с вами был Алекс, канал Березапши. Отличного проживания.